Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня в программе. Какая поддержка будет оказана ветеранам боевых действий, членам их семьи, работе и планах фонда, защитники Отечества, репортаж Вестей? Туризм в Карачаево-Черкесии является одним из ключевых направлений социально-экономического развития региона. Обозначены еще задачи на перспективу. Полвека он посвятил истории родного языка. 80-летний юбилей отмечает отличник просвещения СССР, преподаватель Султан Исламович Асхаков. Результат шестилетнего труда в Черкесске состоялась презентация электронного варианта книги про карачаевскую породу лошадей, шагающей над облаками. Около месяца назад в Карачаево-Черкесии при поддержке главы Республики Рашида Тимрезова открылся филиал Государственного фонда защитники Отечества. О том, какая поддержка будет оказана ветеранам специальной военной операции и семьям участников СВО, нашему корреспонденту Артуру Мкце рассказали представители фонда. Государственный фонд защитники Отечества действует на территории Карачаево-Черкесии один месяц. За это время к специалистам по различным вопросам обратились около сотни человек. Оказываем всевозможную помощь. Это в устройстве на работу, в устройстве детей, в учебные заведения, оказание медицинской помощи различной. Больше всего обращений по медицинскому блоку. 24 сейчас на рассмотрение и всячески оказываем помощь при устройстве их в медицинские учреждения, при предоставлении инвалидных колясок, средств. В отличие от ряда других сфер в работе фонда, по итогам недавнего послания главы республики Рашида Тимрезова, мало что изменилось. Просто потому, что благодаря участию региональных властей, деятельность защитников Отечества изначально выстроена таким образом, чтобы обратившиеся к специалистам люди могли оперативно и в полном объеме получить всю необходимую помощь. Большая часть вопросов касаются здравоохранения. Частое обращение – это помочь с госпитализацией. Есть где-то обращение 4 – помочь с направлением на МСЭ, на освидетельствование инвалидности. Далее вопросы реабилитации, стоматологическая помощь. Не менее важна и психологическая реабилитация военных, вернувшихся из зоны боевых действий. Поведение многих меняется кардинально, а задача специалиста – помочь ветерану СВО и его близким, которые порой не знают, как себя вести с родным, но кажущимся несколько чужим человеком. Уже много обращений было в вернувшиеся спецоперации. Есть семьи, которые обращаются с проблемами, такими, как человек вернулся, а он уже изменённый психически, и они не знают, как себя с ним вести. Мы проводим беседу. Конечно, мы первую помощь оказываем членам семьи, которым нужно справиться с этой проблемой, с этой ситуацией. В нашей республике оказанию всесторонней помощи ветеранам спецоперации и семьям участников боевых действий на территории новых российских регионов не первый год уделяется большое внимание. А с открытием филиала Государственного фонда удалось эту работу систематизировать, сделать более мобильной. Артур Махцелий Бастанов, Вести Карачао-Черкесия. Развитие туристической отрасли. В недавнем своём послании глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов обозначил задачи на ближайшую перспективу. Он поручил Минтуризму республики к 1 марта 2024 года разработать мастер-план развития прилегающих территорий курорта Мархыс и Тиберда-Дамбай. Создать региональную программу по прорывному развитию туристко-рекреационного комплекса Тиберда-Дамбай. К концу 2024 года возвести в посёлке Дамбай новую врачебную амбулаторию, оборудованную в соответствии с современными стандартами и оснащённую техникой для диагностики. Рашид Тимрезов говорил о необходимости системного обучения для экскурсоводов, представителей гостиничного сервиса и индустрии гостеприимства, а также проведения их аттестации. А также глава республики отметил, что необходимо обеспечить участие предприятий, работающих в сфере туризма и профильных образовательных учреждений в проекте Минпросвещения России «Профессионалитет» с целью подготовки профессиональных кадров, занятых в сфере туризма. Республика вошла в пилотный проект по этому направлению. Особо глава обратил внимание на проведение планомерной паспортизации маршрутов, востребованных у туристов, что предоставит гостям курортов наиболее комфортные условия для отдыха и путешествий, а самое главное – повысит безопасность маршрутов. Вместе с тем поручил более тщательно мониторить качество оказываемых услуг нашим гостям, контролировать соблюдение правил техники безопасности на объектах гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. Вниманию жителей и гостей Черкесска в связи с переподключением системы водоснабжения насосной станции на улице Космонавтов, 27, на новую напорную водопроводную линию в ночь с 30 июня на 1 июля полностью будет приостановлена подача питьевой воды в Черкесске, Ауле Псыш, Стеулах, Дружба и Чапаевское. Для удобства населения работы будут проводиться в ночное время. Специалисты водоканала планируют начать их в 0 часов и завершить до 8 утра. Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона аварийной диспетчерской службы, ресурсоснабжающей организации – 88782-250444. Мэрия республиканской столицы просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах Сильный, с градом и Шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, а днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер западный 6-11, температура ночью 10-12, а днем 24-26 градусов тепла. Свой 80-летний юбилей отмечает заслуженный деятель науки Карачаева-Черкесии, отличник просвещения СССР, преподаватель на кафедре истории России, КЧГУ имени Умара Алиева, Султан Исламович Асхаков. Более 50 лет он посвятил образованию и воспитанию несколько поколений историков республики. Не оценим его вклад в исследовательской деятельности касаемо темы депортации карачаевского народа. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Он и сегодня продолжает открывать страницы истории молодому поколению. Более 50 лет Султан Исламович Асхаков отдал исторической науке. Его неутомимая энергия и умение доносить тему всегда находит отклик от студентов. Особенно можно выделить деятельность Султана Асхакова как социолога. За свою трудоемкую исследовательскую работу, проведенную вместе со студентами Северный Кавказ, этническая депортация и ее последствия глазами очевидцев, Султан Исламович был отмечен званием заслуженный деятель науки Карачаева-Черкесии. Неутомимый исследователь, очень скрупулезный методист, высокопрофессиональный педагог и, конечно же, организатор. Организатор науки, организатор педагогической деятельности. Более 15 лет руководил одним из важных подразделений нашего университета, историческим факультетом. До этого занимал и партийные должности в университете. И во всех должностях он заслужил авторитет, как коллег, так и студентов. Отличник просвещения СССР, кандидат исторических наук Султан Асхаков написал множество работ, проведя исследования по теме депортации Карачаево-Балкарского народа. 15 лет проработал деканом исторического факультета Качагу имени Умара Алиева. Автор 15 книг, связанных с исторической наукой и социологией. Он всегда ответственно подходит к преподаванию своего предмета и пользуется большим авторитетом у коллег. Он очень ответственный преподаватель. За многие годы его работы в ВУЗе ни разу он не опоздал на занятия. Ни разу не срывал учебные, аудиторные занятия. Всегда приходит на занятия очень подготовленным преподавателем. Человек, который был одним из основателей общественной организации «Чамагат», он большое внимание уделял вообще проблемам общественным города, карачаевцев и не только карачаевцев. По роду деятельности он как социолог. В 2020 году Качагу принял участие в масштабном проекте «Сетевая электронная библиотека», где преподаватели в ВУЗе выставляли свои научные работы в сети интернет. Важно отметить, что и работы Султана Асакова также были представлены в этом проекте и занимают высокое место по просмотрам пользователями его научных трудов. Среди этого контента лидирующее место вот уже на протяжении двух с половиной лет занимают работы Султана Исламовича Асакова. Особенно его такие работы, как основы научных исследований, справочник социального работника, социальная политика. Сам юбиляр Султана Асаков продолжает работать на кафедре истории России. Не оставляет он и научную деятельность. А сейчас Султан Исламович работает над книгой, посвященной депортации карачао-балкарского народа и планирует издать ее к 80-й годовщине этой трагической даты. 2 ноября в этом году будет 80-летний юбилей для селения карачаевского народа. И я думаю, выпущу книжку «Карачао-балкарский народ. Депортация и реабилитация». По крайней мере, я готовлю такую книгу. «История рассказывает о нас самих», считает Султан Исламович. И сегодня он также продолжает искренне служить науке и родному вузу. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Шагающие под облаками на карачаевской лошади сквозь века. Презентация электронной версии книги Шарафадина Узденова прошла в Черкесске в Государственной национальной библиотеке имени Хлиматбайрамуковой. Подробности у Али Баташева. «Выносливость – одно из лучших качеств лошади карачаевской породы, известной во всем мире. Семь успешных экспедиций на Эльбрус с участием этих грациозных животных говорят сами за себя», считает автор книги Шарафадин Узденов. Карачаевские балкарские языки насчитывают более 500 терминов, связанных с лошадями, и свыше 400 поговорок на эту тему. Книга «Шагающая над облаками» содержит множество интересных фактов, иллюстраций и является результатом шестилетнего труда автора. Я думаю, что все больше у нас будет появляться художников, которые будут рисовать картины лошадей. И у наших людей, в кабинетах, дома и так далее будут висеть прекрасные наши лошади. Как это делает Ольга Бабинкова. Более 110 тысяч фотографий карачаевской лошади сделала фотограф Ольга Бабенко. Я очень люблю горы. Но я очень не люблю ходить пешком. Но, естественно, когда ты садишься на карачаевскую лошадь, ты ей доверяешь больше, чем себе. Ты знаешь, что там, где ты уже не сможешь идти, эта лошадь тебя вывезет. Не только тебя, еще и твои вещи, фотоаппараты, все остальное. Сегодня эта лошадь, которая с виду скромная, у нее огромный, огромный потенциал выносливости, красоты, ее особенность с горбинкой носик. И, конечно, я влюбилась в эту лошадь посредством работ Ольги Бабенко и, конечно, рассказов карачаевцев о этой лошади. Для меня это было большим вдохновением. По словам Ирины Бондарь, выставки фоторабот Ольги Бабенко и Ансара Каитова, посвященные лошадям карачаевской породы, пользуются успехом в Греции, Северной Македонии, Мексике и других странах. На презентации экспертное сообщество в лице представителей организации «Карачаев Лад Халк», членов Ассоциации поддержки и развития лошадей «Карачаев Хорс» и других дали высокую оценку электронной версии книги. В ходе презентации Шарафадин Узденов был награжден юбилейной медалью. Али Баташев, Медина Джанкозова, Олег Молхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Спортивные вести. Первенство по самбо среди юношей и девушек до 14 лет завершились накануне к встово. Самбисты из Карачаева, Черкесии завоевали две серебряные медали. Так, Айдар Батруков стал серебряным призером весовой категории 71 кг, а Стефания Кириллова весовой категории 47 кг. Тренируют спортсменов Пелял Байчоров, Борис Чумаев, Тимур Наптугов и Аюб Шмахов. И последняя в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» продолжается неделя приемов по вопросам социальной поддержки населения, которая продлится до 7 июля включительно. Так, 4 июля прием будет вести представитель Министерства труда и социального развития республики, 5-го – уполномоченные по правам ребенка, 6-го – уполномоченные по правам человека, 7-го – бесплатная юридическая помощь. Желающие могут обратиться по всем вопросам по адресу Черкес, Кленина, 154, с 10 до 13 часов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!